Азербайджан и Россия Азербайджан и Россия Азербайджан и Россия Азербайджанам относится к Путину? К Путину? По-моему, он герой Мне нравится Так как Президент очень хороший Но не хороший, как у нас Я думаю, что Он все учился Эдра Али Поэтому он хороший Вы смотрели пресс-конференцию Путина, там он сказал, что Армения является самым близким союзником России на Южном Кавказе. Как вы думаете по этому поводу? Честно, не посмотрел, но я думаю, что это может какая-то политическая, по-политическим может что-то такое. У нас отношение, знаете, много России, азербайджанцев живет. Вы знаете, да? Ну, я не знаю, что сказать. Хорошо, все туда ездят, отдыхают, да? Хорошо. А как они относятся к Путину? Этого я не знаю, не знаю, честно. На пресс-конференции Путин сказал, что Армения является самым близким союзником России на Южном Кавказе. Как вы думаете по этому поводу? Я в политике ничего не участвую, не понимаю, поэтому ничего не могу вам сказать. Давайте я буду говорить только о себе. Я нормальный, в зависимости от человека. Все. В зависимости от человека. А как они относятся к Путину? Россияне, азербайджанцы, ну, по-разному. То есть я видел людей, которые отрицательны, которые положительны. Нормально. Без проблем. А как они относятся к Путину? К Путину? Индифферентно, если вы меня спрашиваете. У него своя страна, свой народ. На пресс-конференции Путин сказал, что Армения является самым близким союзником России на Южном Кавказе. Каково ваше мнение по этому поводу? Ну, это ни для кого не секрет. Это всегда так было, исторически. Он сказал то, что есть. Я думаю, хорошо. А как Россия относится к Азербайджану? Я думаю, так же хорошо. Я думаю, все-таки Азербайджан ближе к России. Да, конечно. Просто другое дело, что нет здесь российских военных баз, может быть, поэтому. Но я думаю, это не самое главное. Я считаю, очень хорошая. Россия наш стратегический партнер, сосед. Мы веками жили в дружбе, согласии. И сегодня, даже потому, как вы сами можете наблюдать, что на улицах Баку повсюду слышна наряду с азербайджанской и русской речью, я думаю, очень хорошо. Путин неоднократно как-то говорил, что Армения – это наш... Сейчас... Нет. Сейчас он говорит. Нет, нет. Что он сказал? Форпост на Кавказе. Я, извиняюсь, я не сразу вспомнила. Я считаю, что Армения – это часть России. У нее никакой независимости нет. Поэтому он так и говорит. Это ее сателлит России, я считаю, что. Как азербайджанцы относятся к Путину? Ну, как относятся? Я думаю, по-разному. Некоторым нравится, некоторым не нравится, особенно в свете его выступления. Но я думаю, как к президенту соседней страны, с уважением, во всяком случае. Нормально. Ну, знаете как? Как нормально говорить, мы дружелюбные. Мы всех уважаем, всем хорошо относимся. Некоторые страны не так думают. Вот я в России жил пять лет. Там они думают, что черные, да, знаете как, не русские. Относятся не русские. Они не уважают. Некоторые уважают, некоторые нет. Так я могу говорить. Ну, мы уважаем их. Мы не их, мы всех уважаем здесь. А как азербайджанцы относятся к Путину? К Путину? Общее мнение я не знаю. Я сам себе могу говорить. Я нормально отношусь. Неплохой человек. Азербайджанцы очень хорошо относятся к России. И россияне тоже к азербайджанам хорошо относятся. Я прожила там 20 лет. Очень хорошее было отношение. Азербайджанцев русских к азербайджанцам. Вот. И то же самое наоборот. А каково отношение азербайджанцев к Путину? По-моему, очень хорошее отношение. Они все уважают Путина, любят. Да. Путин очень хорошо относится к азербайджанцам. Даже в Москве русские хорошо к нам относятся. Главное, чтобы вести себя нормально и все. Я Бакинка вообще-то. Я родилась здесь прекрасно. Никаких проблем. А как они относятся к нам? Я думаю, нормально. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Народ по своему большинству все друг к другу очень хорошо относятся. И все друг друга любят. А наше бакинское гостеприимство, о нем знает весь мир. Понимаете? Поэтому все нормально, все прекрасно. Я думаю, что следующий год, год желтого кабана, желтой свиньи, будет под флагом нашей страны, которая выиграет все мыслимые и немыслимые призы в этом мире. Я не знаю, что говорил Путин. Я знаю, что враг будет разбит, победа будет за нами, Карабах будет наш. Спасибо, благодарю. Проблем нету. Кто что говорит, вы не слушайте их. Сегодня они так говорят, завтра они так говорят. А я вам говорю, что Карабах будет наш, и победа будет за нами. Счастливо. Счастливого Нового года.